Вы сейчас увидите маленькую шуточную пьеску Музы Павловой в исполнении артистов Театра имени Вахтангова Аллы Казанской и Владимира Этуши. Английский трамвай. Миссис Смит входит, берёт билет, садится. Мистер Джонс входит, берёт билет, садится. Здрасте, мисс Смит. Что вам угодно, сэр? Мисс Смит, я говорю, здрасте. Сэр, вы меня с кем-то путаете. Вы шутите, мисс Смит, я вас никогда ни с кем не спутаю, я вас слишком хорошо знаю. Нет, сэр, это недоразумение, я вас не знаю. Простите, вы меня не узнаёте? Я повторяю, я вас не знаю. Так я же, Аливер Джонс, ваш сосед, вот уже шесть лет мы живём с вами бок о бок на одной улице через два дома. Очень может быть, только вас я не знаю. Мисс Смит, ну мы же видимся почти каждый день, то в булочной, то у зеленщика, здороваемся, разговариваем о ваших болезнях, о погоде, мало ещё чего. Нет, нет, сэр, вы меня с кем-то путаете. Вы вглядитесь в меня повнимательнее. Мисс Смит, я вас никогда ни с кем не спутаю, я вас слишком хорошо знаю. Да, но я вас не знаю. Вы меня не знаете, да? Нет. Так недалеко вчера мы вышли с вами вместе из Бакалейной лавки, я вам ещё помог нести вашу авоську. Это недоразумение. Я действительно вчера была в Бакалейной лавке, но вас я там не видела. Значит, вы не отрицать, что вы были вчера в Бакалейной лавке? А зачем я стану это отрицать? Я никогда не лгу, сэр. Я действительно вчера была в лавке. Это было между двенадцатью и часом дня. Без четверти часа. Совершенно верно, без четверти часа. А откуда бы я знал, что вы были там без четверти часа? Ну, право, затрудняюсь вам на это ответить. Да мы же поздоровались с вами, мисс Смит. Вы ещё спросили о моём племяннике. Он ведь врач, и вы просили, чтобы я достал для вас у него немного спирта. Для растираний. У меня страшно болят ноги, особенно по ночам. Вы знаете, когда ложусь спать, прямо хоть криком кричит. Вот это всё вы мне вчера и рассказали, и просили, чтобы я достал для вас у него немного спирта. А это потому, что есть такой рецепт. Сначала надо ноги распарить в горячей воде, потом растирать их спиртом. Только вот в спирт надо что-то добавлять. А вот что я забыла? Вы просите, теперь вы вспомнили? Нет, забыла, по-моему, лимонный сок. Я говорю, вспомнили, как вы мне всё это рассказывали. Ну, ещё рассказывали, как до войны вы жили в Лондоне. У вашего отца там была мастерская, только не помню, на какой улице это было. На Малой Чемберленовской. Да, на Малой Чемберленовской совершенно. Он ведь был гравер, ваш отец. Нет, ювелир. Да, ювелир, да. А потом он вынужден был в мастерскую продать и переехать с семьёй в Лидис. Да нет, в Манчестер. Простите, да, простите, в Манчестер. А потом началась война, вы переехали в деревню, там был сыр, дороги не асфальтированы. Вы простудились, с тех пор у вас болят ноги. И вы просили, чтобы я достал для вас у моего племянника немного спирта. Я растираний. Ну, вот что туда добавляют, я не помню. Ну, теперь-то вы вспомнили. Так у меня где-то записано. Это средство употреблял мой покойный отец. У него страшно болели ноги. Он был ювелир. А у ювелиров, как вы знаете, всегда болят ноги. Это понятно. Вот мой папа на ночь их растирал спиртом. Но он туда что-то добавлял. А вот что я забыла. Простите, теперь вы вспомнили? Да. Все-таки липовый мед. Я говорю, вспомнили, как вы мне все это рассказывали. Еще рассказывали, как ваш отец женился на вашей матери. Как родители были против, а потом они были счастливы, потому что ваш отец был такой домосед. Да, у него очень ноги болели. Еще рассказывали, как ваша матушка испекла на Рождество пирог и вместо оливкового масла налила туда рыбий жир. Ой, ой, вспомнила! Наконец-то, наконец-то, наконец-то! Именно рыбий жир! Я же помню, тогда в Сочельнику у нас был страшный переполох. Когда пришло время делать моему папе растирание, все бросились искать вот этот рыбий жир. И вот тут и выяснилось, что моя мама вылила его по ошибке в детство вместо оливкового масла. Ну, ведь это же все вы мне вчера и рассказывали, когда мы вышли с вами вместе из Бакалиной Лапки. Да. Рассказывали вообще о ваших детских годах, как вы с сестрой играли около бочки с солеными огурцами, и одна из вас туда упала. Да-да-да, сестра моя туда упала, да. Упала. Подняла страшный крик, на этот крик прибежал ваш отец. Нет, мама. Ах, да, простите, мама. Мама прибежала. Мама, да, мама. Да, мама. Мама и вытащила ее из бочки, где та чуть не захлебовала. Да-да-да, огуречным рецептам. Да-да-да. Еще рассказывали, как от нее очень долго пахло солеными огурцами, и ваш дядя всегда, когда садился и выпивал рюмку, всегда просил разрешения понюхать ее косичку вместо закуски. Ой, вы знаете, мой дядя вообще был большой шутник, тоже был ювелир, как и папа, тоже очень мучился с ногами. Это он научил папу растирать их на ночь спиртом, только вот в спирт что-то добавлял. А вот что я забыла? Нет, вы вспомнили рыбий жир. Да что вы все путаете? Это в яблочный пирог надо лить рыбий жир, а в спирт что-то другое, а что я забыла? Ну сейчас-то вы вспомнили? По-моему, липовый мед. Я говорю, вспомнили, как мы вчера шли из лавки, и вы же рассказывали, как ваша бабушка убежала из дому, она хотела стать актрисой, и как и отец ваш прадед проклял ее, надолго скиталась и голодала, и заболела чахоткой. И врач, который лечил, влюбился, не оженился, у них родился сын ваш отец. И как они втроем с грудным ребенком зимой в ту же отправили, лежанясь к родителям вашей бабушке. И как отец не сходил ее принять, ваша прабабка бросилась бедным на колени, и рыдая молял, чтобы он простил свою дочь. И как он смягчился, выйдя слеза не флотковала с отлеткой. И как ваша бабушка любила вспоминать такое знаменательное день, и он выйдя слеза не флотковала с отлеткой. И как ваш отец долго воспитывал все ваши родители. Потом приехали в Манчестер, там началась война. Мы приехали в Киреново, там было сыр на родине, а спалькир, но вы простудили, все коры у вас были в ноги. И просили, чтобы я достал для вас моего племянника, немного спирта. Для разбираний. Но вот что туда добавляют, я не помню никто. Ну теперь-то вы, теперь-то вы вспомнили? По-моему, липовый мёд. Чёрт бы подрал ваш липовый мёд. Меня. Что? Меня вы вспомнили или нет? Это я вам сказала, что я вас не знаю. Вспомнила. Вспомнила. Растирать надо рыбьим жиром.